Пирожные с абрикосом и шоколадом Здравствуйте! Сегодня я предлагаю рецепт пирожных с абрикосом и шоколадом. Выпекать эти пирожные можно абсолютно в любой форме. Например, в форме для бриоши или для кексов. Или вовсе взять какую-нибудь большую прямоугольную или квадратную форму, испечь в ней, а потом просто поделить на порционные кусочки. Выпекаются пирожные очень просто и очень быстро, поэтому давайте готовить! Для пирожных мне понадобится 130 г сливочного масла или сливочного маргарина, 3 яйца, сахара 100 г, 150 г муки, щепотка соли, 5 г разрыхлителя, 30 г шоколада, и консервированные абрикосы половинками. Сначала мне нужно хорошенько растереть масло, немного соли и сахар. Растираю я при помощи миксера. Всё! Теперь по одному я буду добавлять яйца и каждый раз размешивать. И теперь, когда я добавила все яйца, я взобью где-то в течение 1 минуты. Всё, достаточно. Добавлю, что взбивала я на самой высокой скорости. Мука у меня уже заранее просеяна вместе с разрыхлителем. И теперь я тоже буду её постепенно добавлять и размешивать прямо миксером. Шоколад я натираю на крупной тёрке. Шоколад лучше брать горький. Он тогда, во-первых, лучше натирается, не прилипает к рукам. Ну и это гораздо вкуснее. В последнюю очередь я добавляю тёртый шоколад. Шоколад можно брать уже в виде готовой шоколадной стружки. Можно даже взять шоколадные капли. Я беру 2 таких силиконовых формы на этот раз. У меня должно получиться 12 пирожных в виде кексов. Я заполняю форму наполовину, потому что тесто очень хорошо поднимается. Я ничем не смазываю. Если вы используете металлические формы, то не забудьте смазать маслом. Что касается бумажных форм для кексов, я бы не советовала ими пользоваться, потому что бывает, что тесто поднимается, и эти формы расплываются. Так что, если вдруг вы рискнёте воспользоваться бумажными формами, возьмите 2-3 формочки и положите их друг в друга. И тогда, возможно, пирожные не растекутся. Консервированные абрикосы предварительно я откинула на сито. Стекла лишняя жидкость. И теперь сверху на каждое пирожное я просто так кладу и слегка прижимаю. Если вы выпекаете эти пирожные в сезон, можно использовать свежие абрикосы. Можно прямо с кожицей использовать, а можно предварительно ошпарить кипятком и снять кожу. Мне кажется, что можно использовать даже замороженные абрикосы. Я, конечно, никогда не пробовала, но думаю, что это тоже не помешает и получится очень красиво и вкусно. Ну всё, духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Я отправляю туда формы примерно минут на 20. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Если что, готовность, как обычно, проверяйте зубочисткой. Мои пирожные готовы. Теперь мне осталось дождаться, пока они полностью остынут. Ну вот, мои пирожные, а в данном случае их можно назвать кексами, готовы. Они полностью остыли. Я слегка их присыпала сахарной пудрой. Они получаются очень мягкими, нежными, ну и к тому же вкусными. Особенно такое пирожное нравится детям. Я сейчас разрежу и покажу вам, какие они получаются внутри. Они очень нежные. Вот, посмотрите. Шоколад не плавится внутри, остаётся такими же хлопьями и придаёт очень вкусный вкус нашим пирожным. Я думаю, если вы испечёте такие пирожные, вам очень понравятся. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!